Ад – пожиратель, который не может насытиться. Преисподняя и Авадон ненасытимы. В средневековой монастырской книге Афона ад назван «жрущим». В раннее средневековье образ ада ассоциировался с медным идолом язычников, молоха, например, требовавшим жертвоприношений. Отсюда уподобление ада печи, нередко с человекоподобными чертами. По тристике отождествления ада с печью мы встречаем в частности у Иеронима, оно навеяно книгой пророка Даниила, где мотив раскаленной печи повторяется весьма настойчиво. Комментируя строку «Вот я вижу четырех мужей, несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен сыну Божию» – Даниил 3,92, Иероним объясняет, «По типу своему этот ангел или сын Бога, префигурация Господа нашего Иисуса Христа, который сошел в адскую печь, где заключены души и грешников, и праведных, чтобы освободить от жара и от прочих наказаний тех, кто был там связан узами смерти». Иероним – комментарий на книгу пророка Даниила. Итак, под влиянием книги Даниила, по тристике возникает образ ада, как огненной печи. В видении святого Павла фигурирует огненная печь, огонь в ней пылает семью языками пламени разного цвета, и в ней наказываются грешники. Число языков пламени, возможно, соответствует числу смертных грехов. Вокруг печи совершалось семь мук – снег, лед, огонь, кровь, змеи, удары молнии, смрад. Источник видения святого Павла. Эти словесные описания, в свою очередь, оказывают влияние на иконографию ада. Так, в Утрехской Псалтире IX век ад изображен в виде горящей печи. Грешники втягиваются в нижнее отверстие печи, а из верхнего отверстия вырывается пламя. На фресках церкви Кампа Санта в Пизе ад-пожиратель изображен как железная печь, захватывающая, пожирающая и переваривающая, что тоже показано, людей. Это печь-чрево, воплощающая библейский образ из чрева преисподней Явазапил ион. Из раннехристианских текстов, содержащих впечатление описания адской печи, следует отметить следующую историю, рассказанную в речениях старцев, 4-5 века. К деве, выбирающей жизненный путь, является некто огромного роста и с ужасным лицом, и ведет ее в рай, где она видит блаженство своего праведного отца. А затем в ад, вместо мрачное и темное, где странный вожатый, конечно, далекий прототип Дантовского Вергилия, показал мне, рассказ ведется от первого лица, печь, огнем пылающую, и смолу кипящую, и неких видом ужасных, и над печью стоящих. Я же взглянув вниз, вижу мать мою, в печь по шею погруженную, скрижищающую зубами, и огнем горящую, и червя, производящего великий смрад. Источник лечения старцев. Другая, еще более откровенная, визуализация мотива пожирания, изображение всего ада, а не одного лишь входа в него, в виде разинутой пасти, восходит к Библии, как будто землю рассекают и дробят нас, сыплются кости наши в челюсти преисподней. Преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою. Иконография часто придает этой пасти сходство с ольвиной пастью, что опять-таки связано с библейским мотивом дьявола-льва, пожирающего грешника. Спаси меня от пасти льва, или же с пастью левиафана. Самые ранние изображения, собственно, пасти ада относятся к началу XI века, имеют два основных иконографических типа. Пасть либо открывается снизу вверх, и грешники падают в нее, либо открывается горизонтально, и грешники входят в нее. В аллегорико-назидательной сатирической литературе мотив жрущего ада находит выражение в гротесковом образе ада, как кухни и пиршество. Французский трубадур Рауль де Гудан 1230-е годы описывает в своей поэме «Сон об Аде». Пиршество сатаны в аду, на коем присутствуют в числе почетных гостей Пилат и Вильзевул. Скатерти, сделанные из кожи ростовщиков, салфетки из кожи старых потастукушек, среди лакомств борцы под чесночным соусом, жирные шпигованные ростовщики, публичные девки с зеленой подливкой, еретики на вертеле, жареные языки адвокатов и т.д. В средневековых введениях пирующих нередко оказываются и смертные грешники. Им подносят бокалы, наполненные огненной жидкостью, жаб и змей, сваренных в сере. Наконец, ад может представляться гигантской кузницей или совокупностью огромного числа кузниц. На наковальнях коей души подвергаются расплющиванию, как выражается средневековый французский переводчик. Видение Тиукдал. Души в аду плавятся в окне дольше, чем металл при выплавке колокола, и куются молотом так, словно кузнец хочет сделать из него маленькие гвозди. О еде в так понимаемом аде уже и нет и речи. Характерный пример ада кузницы – кельтское плавание святого Брэндана, 10 век. Корабль подплывает к пустынному острову, покрытому шлаком и окалиной. Путешественников оглушает шум молотов, бьющих по бесчисленным наковальням. Обитатели острова косматые и черные лицами с воем бегут к кораблю и закидывают его кучами спекшегося шлака. Вода вокруг корабля начинает пениться, и путешественники в ужасе ретируются. Брэндан объясняет попутчикам, что они были близко к аду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова